Дорогая Церковь, приветствую вас. Благодарность Господу, что мы в этот день можем собраться вместе, прославлять Господа, настраивать свое сердце для того, чтобы слушать Слово Божие. И я бы хотел проповедовать, размышлять над 26-м псалмом. И сегодня уже было в начале прочитано из жизни Давида. Хор пропел, слова были там из псалма, который Давид написал. И вообще, так вот смотрел Слово Божие, особенно Ветхий Завет, очень много говорит о Давиде. И я хотел бы прочитать первый стих 26-го псалма и два последних. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Но я верю, что увижу благость Господа на земле живых. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое, и надейся на Господа». На этом тексте я хотел бы поразмышлять, вообще я хотел бы говорить о благости. Что такое благость? И синоним этого слова – доброта, милосердие, прощение, добродетель, доброжелательность. То есть Давид говорит, что «я верю, что я увижу благость Господа на земле живых». Он не просто так эти слова сказал, не просто они ему так пришли в голову, и он решил их записать. Были определенные обстоятельства, в которых были трудности. У Давида жизнь была, если мы читаем, исследуем Слово Божие, написано, не отражается, что была жизнь очень тяжелая. Были моменты, когда, допустим, его хотел убить царь Саул, он метал в него копья, он уклонялся от этого и оставался живым. То есть жизнь она была очень такая насыщенная, тяжелая. Вот можно представить себе дерево, есть такое, оно очень сильно скрученное, где-то обломанные ветки. Оно может быть небольшой высоты, и оно видно, что много очень перенесло какие-то, может, невзгод, какие-то бурь, какие-то климатические, какие-то перемен. И мне понравилась мысль, в китайской мудрости есть такая, написано, скрученное дерево живет своей жизнью, в то время правильное дерево идет на доски. То есть скрученное дерево, оно живет, его никто не трогает, ну, единственное, что бури. Но оно стоит, живет, в нем живут, укрываются птицы, живет долгую жизнь, в то время, когда хорошее дерево, оно его отправляет туда, где перерабатывают, с него строят потом. И у Давида жизнь была тоже очень тяжелая. И он говорит, что, ну, я верю, что я увижу благость Господа на земле живых. Он верил, что он увидит когда-то доброту. Он ее видел, он отмечает, что это есть, написано в предыдущем стихе 12-м. «Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели ложивые и дышат злобою». После этих слов он написал, что, ну, я верю, что я увижу благость Господа на земле живых. Люди, которые дышат злобою, это очень страшные люди. А у них присущи к ним такие качества, как зависть, как надменность, гордость. Они ищут, чтобы сделать зло какое-то. Ну, и враг души человеческой, он имеет те же самые качества. Он имеет те качества, чтобы человека погубить. И Давид пишет, увижу благость Господа на земле живых. То есть после этих обстоятельств определенных он выражает свою такую веру, доверие. И потом говорит, надейся на Господа, мужайся, да укреплится сердце твое и надейся на Господа. Два раза говорит, надейся на Господа. И как я прочитал в начале, что Господь свет мой, спасение мое, кого мне бояться, Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться. Дальше написано, что если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и упадут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, тогда буду надеяться. И дальше он пишет, что будут те враги, которые хотят ему причинить какой-то вред, чтобы сломить как-то его. Он пишет, одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. На тот момент, когда писал Давид эти строки, храма еще не было, была только скиния. И все равно это его привлекало. И он говорит, хочу созерцать красоту твою, Господи. И его стремление было, прошу одного, чтобы пребывать в доме Господнем. Я вспоминаю один пример. В нашей церкви была одна бабушка пожилая. И по ее жизни было видно, что смысл ее жизни была эта церковь. Это увидеть братьев и сестер, увидеть детей, молодежь. И она в любую непогоду, в любые условия жизни, она приходила в дом Божий. Раньше всех она молилась. На собрании было слышно молитвы о том, чтобы Бог благословил детей, молодежь. Хотя у нее были свои дети, они не в церкви были. Но церковь стала очень ей дорого и близко. Это был ее смысл жизни. И она приходила в церковь и дорожила этим до конца своей жизни. И Давид говорит, одного прошу. Просил я у Господа только того еще, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господней, посещать храм его. Очень хорошее желание. И это, чтобы, когда мы приходим в дом Божий, и мы можем видеть эту благость, это можем слушать через пение, через проповеди, через стихотворение о прощении, о любви Божьей. И еще один прочитаю текст. Это об Иисусе Христе говорится. Он тоже благость наша. И среди живых на земле мы видим его чудеса, его доброту видим. Прочитаю из послания Колосиным, первой главы. 13-14 стих. «Избавившего нас от власти тьмы, ведевшего царство возлюбленного Сына Своего, которому мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Прощение грехов – это одна из великих благостей Бога нашего, потому что Господь, Он возлюбил человека, и Он не хочет, чтобы он погиб, Он хочет, чтобы он имел жизнь вечную. И Он своей кровью святою омыл, дал прощение грехов. И опять же, псалмопевец Давид пишет в 30-м стихе, в 31-м псалме 1-й стих. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Вот она, благость. Вот оно, счастье. Счастливый человек тот, которому отпущены беззакония, и чьи грехи прощены. Думаю, что Давид, он видел эту благость, он даже в своей жизни переживал те переживания, что Господь прощает его прегрешения и преступления, которые он совершал. Ну и Иисус Христос, не только... Христос, Он пришел на землю, чтобы и мы имели жизнь вечную. Он пришел с этой благостью, с добротою, с прощением. Ну, как уже недавно я мысль слышал в нашем собрании, что если мы делаем один шаг навстречу Богу, то Бог делает два шага навстречу. То есть, Бога надо искать. Он не где-то лежит в кармане, и так посмотрел, и пошел дальше. Бога надо постоянно искать, постоянно надо прилагать усилия, постоянно иметь размышления о Боге, о благости Его, и о прощении, и о любви Его. Да благослови нас Господь, чтобы мы, как Давид, говорили, верю, что я увижу благость Господа на земле живых. Аминь. Помолимся.